Кубань в области животноводства – один из лидеров Южного федерального округа. Цифры говорят сами за себя. 80% молока, 43% мяса и треть яиц округа производится в Краснодарском крае. Повышение продуктивности в молочном скотоводстве – один из приоритетов краевой политики в сельском хозяйстве. Из федерального и регионального бюджетов каждый год выделяются большие средства, чтобы обеспечить грамотную стратегию развития животноводства, внедрение новых технологий, модернизацию ферм. Свой немалый вклад в успех отрасли вносят животноводы Славянского района. Мы побывали на молочно-товарной ферме закрытого акционерного общества «Приазовская», где есть чем гордиться. Кипит работа на этой ферме. Прямо с поля сюда доставляется свежая растительная масса, где она утрамбовывается в силосной яме. Очень важно соблюдать технологию, чтобы силосование прошло успешно. Силос – это прекрасная альтернатива свежему зеленому корму зимой. Сочный корм, богатый витаминами, пойдет на корм скоту и в межсезонье поддержит надои. Заведующий фермой Николай Борисов, который здесь работает вот уже 20 лет, очень доволен качеством и количеством заготавливаемых кормов. Уже 1600 тонн сена, сена ножа уже мы сегодня уже 600 тонн заготовили, только начали. И там заготовили 3500 тонн, ну кормов достаточно. Коллектив уже подобрался нормальный. Кирюшина Галина Алексеевна, Ласюх Елена Антоновна – это очень добросовестные доярки. Ну здесь сейчас телятница у нас уже больше года работает. Такой коллектив, который обеспечивает надой свыше 8500 килограммов молока на каждую корову в год – предмет гордости любого руководителя. Есть тут и отличные телятницы, ухаживающие за молодняком. Телятница Юлия Игнатенко добивается килограммовых привесов. Смотришь, как они растут, когда их поднимаешь, когда это радует душу. Поэтому идешь с энтузиазмом на работу, стараешься, чтобы, ну как бы, ну и заинтересованность есть. Потому что это скотина, к ней привыкаешь, какая бы она ни была. Поэтому работа нравится. А между тем на ферме идет дойка. 34 года работает дояркой Светлана Зазуля. После школы она пришла на ферму, чтобы помочь своей маме. Да так и осталась здесь. Кстати, дояркой была и бабушка Светланы. Так что она представитель этой профессии уже в третьем поколении. И для нее в работе нет секретов. Сила есть, здоровье позволяет. Зарплата растет. Мне нравится. Всю жизнь в этой сфере. Я друг друга, как девочки, как дети мои. И отношения тут, не дай бог, она заболеет, уже душа болит. Коровка заболела. Прекрасная надое и в группе Светланы Кияшко. 18 лет своей трудовой жизни провела она на ферме, о чем никогда не жалеет. И считает свою работу важной и пусть не легкой, но приносящей большое моральное удовлетворение. Коллектив очень у нас дружный. Мне очень нравится. А трудность какая? Что рано вставать. Это трудно. Ну, мы уже привыкли. Так что самое главное, я люблю свою работу. Очень люблю. Мне нравится и коровы, и обходительность. Ну, все. Все мне нравится. Более 23 килограммов отменного молока получают тут каждый день от коровы. А с начала года дойное стадо в 400 голов дало уже 5455 килограммов от коровы, что превышает прошлогодний показатель. Так что молочная река из Приазовского становится все полноводнее, что не может не радовать. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа События.